Я только грубо прервали, выкинули из зума. Так, мы с вами остановились на обучении. Задача оптимизации на том, что все, как правило, сводится, ну, в основе своей лежит задача с помощью метров градиентного спуска, вот, с какими-то различными свистелками, изобретениями, такими, например, как рандомный выбор позиций для вычисления, там, организации вычисления по, скажем, меняющемуся набору выборок и так далее. То есть есть много разных ухищрений, приемов, как, например, решать эту задачу лучше, чем просто вот в тупую спускаться куда-то. Вот, ну, так или иначе, все это сводится опять-таки к некоторому спуску. Вот это то, что надо запомнить. Да, есть численный аналитический метод вычисления градиента. Где-то хорошо работает один метод, где-то другой. С аналитикой вы имели дело в курсе адаптивного управления с численными. Ну, в принципе, здесь вот предлагается такой вариант, да, что вы аналитически вычисляете, а численно просто проверяете, что вы правильно это сделали. Вот, нейронные сети позволяют использовать аналитический подход, потому что у вас, по сути, вы имеете дело с некоторым представлением вашего алгоритма внутри контроллера. То есть нет никакой физической сущности, которую вы оптимизируете. Есть просто, просто есть некоторый алгоритм. Ну, вот некоторая функция мы рассматривали. Как она выглядит? Значит, здесь вот, опять же, как вот в статье в Карбане, да, здесь есть тоже некоторое определение того, как алгоритм описывается в виде некоторого численного графа. Тоже для вас ничего сложного здесь нет. Вы всегда работали с симулинки и знаете, что это такое. То есть есть набор элементов и то, как сигнал вычисляется с помощью этих элементов. Вот, ну, единственное, что для сверточных сетей, например, для современных, да, сетей, это, здесь, конечно, будет не пять элементов, здесь будет десятки миллионов. Вот, поэтому граф будет несколько сложнее, чем то, что вот здесь написано. То есть, да, есть вот на выходе некоторая функция потерь, которую вы вычисляете, есть весовые коэффициенты, которые определяют, собственно, отличают некоторый бардак внутри сети от конкретного порядка, который приводит к решению задачи. Вот есть входное изображение, входы в систему. То есть, в принципе, тут, опять же, все это прекрасно отложится на вот такое вот описание, где есть простые арифметические операции, которые складываются в свои, свои складываются в некоторую архитектуру. Вот, ну, есть, конечно, более хитрые задачки, например, есть такая штука, как Neural Turing Machine, то есть, некоторая нейронная сеть, которая подбирает не столько, то есть, не столько арифметикой занимается, сколько подбирает последовательность операций. То есть, у вас есть некоторые… То есть, нейронная сеть формирует не какое-то число, то есть, не задача классификации, не задача регрессии, она формирует некоторую программу на выходе. Вот, это такое тоже сейчас очень забавное направление сейчас, то есть, пытаются учить нейронную сеть, например, составлять текст, составлять какую-то музыку, например, писать, пытаются ее учить, там, чуть ли не программы писать, то есть, грубо говоря, у вас есть там история в репозитории изменения вашей программы, вот, и пытаются там нейронную сеть научить писать программу на основе, там, гитхаба. Весь код, который там в гитхабе лежит, там, миллиарды строк кода, которые там наколбасили за 10 лет, вот, они пытаются использовать эти данные для того, чтобы научить нейронную сеть решать задачу, то есть, например, исправлять ошибки, исправлять, писать какую-то новую функциональность, разрабатывать. Ну, такое тоже сейчас популярное направление, ну, среди хипстеров, нейрал-тюринг машин. В принципе, да, здесь, конечно, так интересно. Ну, на самом деле, она сводится тоже к некоторой регрессионной задаче, то есть, по сути, у вас есть множество операций, и вы эти операции кодируете в виде некоторых вероятностей того, что машине выбрать, какую из операций. То есть, все так или иначе сводится тоже к некоторой задаче регрессии или классификации. То есть, в принципе, с точки зрения математики, ничего нового здесь нет. Вот здесь как раз-таки задача в архитектуре, то есть, как вот нарисованная сеть подбирает некоторую такую программу, алгоритм. То есть, это уже не просто там принадлежность к какому-то классу, как мы там для изображения видели, где там показывается картинка нейронной сети, и она говорит там вот, там, с такой-то вероятностью это машина, с такой-то вероятностью это собака, с такой-то вероятностью там это кошка. Вот здесь уже на выходе получается некоторая программа, то есть, некоторая последовательность действий, которые формируются нейронной сетью. Вот, тоже такое направление, но пока еще такое исследовательское. Не могу сказать, что где-то прям так на практике я увидел какую-то программу, написанную компьютером, чтобы она прям была абсолютно там оптимальным образом сформирована. Ну, в целом, я думаю, что через какое-то время, может быть, даже и работа программистов будет тоже автоматизирована, потому что так или иначе все равно они руководствуются набором паттернов при проектировании, вот, а вся задача, связанная там с разработкой ПО, они будут сводиться к формированию некоторых таких метаправил того, как разрабатывать, ну, то есть некоторые спецификации, подготовка некоторых спецификаций, по которым дальше там алгоритмы будут уже сами реализовывать программу. То есть вот такое прям тупое кодирование, как сейчас там некоторые люди сидят, там колбасит код одно и то же, то есть, скорее всего, со временем это все будет автоматизировано. Вот, ну, конечно, с точки зрения архитектуры пока что, ну, тоже есть, конечно, некоторые тенденции, но тут, как правило, они тоже не в программировании придуманы, не в придуманной в проектировании, то есть, например, не знаю, рассказывал или нет, сейчас вот тема с цифровыми двойниками, почему они так популярны? Потому что они позволяют вам, по сути, перейти к проектированию, к автоматическому проектированию новых изделий. То есть, когда у вас система машинного обучения начинает предлагать вам некоторые конфигурации нового продукта, например, там Airbus, они еще в начале 2000-х, и Boeing, Airbus, они в начале 2000-х уже применяли такую технологию, для ускорения, там, расчетов конфигурации самолетов, то есть, фюзеляжей. Фюзеляжей, отдельных деталей, то есть, грубо говоря, раньше там сидел главный конструктор, который, который в голове лежало описание того, как должен выглядеть самолет, что подкрутить, чтобы там, например, там, грузоподъемность поднять, там, или скорость движения увеличить, вот, то есть, там, каким-то экспериментальным, эмпирическим путем, они, вот, в голове у них какая-то картина складывалась, и они, вот, ходили, там, на вес золота были, вот, а сейчас, вот, используя все эти наработки, все эти примеры спроектированных, там, самолетов, такие гиганты, там, как Airbus и Boeing, они, вот, пытаются применить их для автоматической генерации некоторых конфигураций самолетов, то есть, там, грубо говоря, у вас есть, там, 100 параметров, которые определяют ценность самолета, там, грузоподъемность, скорость движения, вот, они используют нейронные сети для того, чтобы, с одной стороны, преобразовать исходную модель самолета, там, мы обсуждаем, что 10 миллионов, условно говоря, параметров, сжать до вот этих 100 параметров, которые будут определять полезные свойства самолета. И вот в этом пространстве 100 параметров каждый самолет, существующий, для которого есть все данные, он представляется в виде некоторой точки. И дальше в этом пространстве 100 параметров выстраивается некоторая траектория, ищутся некоторые зависимости того, как, например, от медленного самолета до быстрого, какая была кривая в этом пространстве параметров. И дальше просто обычной экстраполяцией берется следующая, например, конфигурация самолета, новая, которая еще до сих пор нигде не делалась, и для нее делается обратное преобразование в пространство 10 миллионов параметров. И это приводит к тому, что вы получаете, по сути, новую геометрию фюзеляжа самолета, которая, как вы ожидаете, приведет к улучшению характеристик этого самолета. Дальше просто используются методы численного моделирования, всякие прочностные расчеты, аэродинамические расчеты, для того, чтобы подтвердить эту гипотезу. И на практике это позволяет в 100-1000 раз ускорить процесс разработки самолета. Я думаю, что примерно то же самое будет и с разработкой ПО со временем. То есть тоже сейчас накоплен огромный опыт, огромные базы о том же GitHub, о том, как, например, идет разработка ПО. То есть она тоже идет итеративно. И в целом тоже такое применение вполне возможно. Ну, понятно, что сейчас пока это такие подделки, игрушки, которые позволяют фантастам писать всякие мрачные картины будущего, мир, где нет работы для людей. Ну, на самом деле там все не так плохо. То есть все постепенно идет к тому, что человек будет освобождаться от вообще работы и переходить больше к такому некоторому интеллектуальным развлечениям, скажем так. То есть, грубо говоря, там нас ждет коммунизм впереди, где каждому по потребностям, от каждого по возможности. Вот. То есть я, скорее, все-таки верю в это, чем в то, что там произойдет какое-то восстание машин там или что-то еще. То есть, скорее, просто путь автоматизации, он освободит людей от такой рутинной работы, в том числе и в разработке ПО, где, на самом деле, сейчас очень много рутинной работы, когда вам нужно, вроде бы, понятно, что надо делать, да, но надо просто сесть и сделать. Вот. И каждый раз его делать примерно одно и то же. То есть такую работу, скорее всего, автоматизируют. Вот. Другой вопрос, что, конечно, это сократит резко количество рабочих мест, но, опять же, если все автоматизировать, то и собственная работа тоже не надо будет. То есть сама система перераспределения ресурсов в обществе, она уже достаточно сильно меняется. То есть там истории там про 15-летних блогеров, которые там зарабатывают миллион рублей, просто делают какие-то видеоролики, ну, понятно, что за этим уже нет никакой экономики. Это просто уже, скорее, какие-то уже виртуальные ценности появились, которые не связаны, там, с работой в поле, там, с работой на заводе. Вот. То есть это, в принципе, результат автоматизации. То есть сейчас уже важен не то, что вы производите, а то, какой социальный капитал вы получаете. То есть вы сейчас зарабатываете, скорее, некоторые социальные очки в нашем современном мире. Вот. И поэтому, как бы, вот эта автоматизация, да, чуть-чуть немножко в сторону ушел, вот эта автоматизация, которая грядет впереди, в том числе и в области разработки ПО, она вот так потихонечку подступает к нашей отрасли, в которой мы все будем работать. Вот. Но этого не нужно бояться, надо просто учиться, развиваться, понимать, как этим пользоваться. Вот. И такое еще последнее лирическое отступление. Есть такая компания Oracle, которая выпускает, ну, вот, как раз, например, например, вот это восстание машин у этих умных систем. Есть система, компания Oracle, которая выпускает систему управления базами данных. Это называется Oracle Database. Вот. Они с недавних пор начали тоже пропагандировать, что все, нам не нужны больше администраторы баз данных. У нас есть умная система, которая сама будет базу данных администрировать по тем паттернам, которыми раньше пользовались люди. Вот. Но в то же время они запускают курсы по, как они это, не помню, как назвали. Короче, назвали какую-то новую сущность, новую задачу для человека, которая, по сути, является администрированием вот таких вот умных систем. Вот. Поэтому, скорее всего, программисты никуда не денутся, они просто перейдут на новый уровень, избавятся от рутинных операций. Точно так же, как, например, 20 лет назад, там, люди сидели на ассемблере, что-то писали, там, драйверы для устройств. Чтобы написать программу, вам нужно было на ассемблере еще написать драйвер для того устройства, которым вы, например, управляете. Ну, вот сейчас, к счастью, никто этим уже не занимается, это все уже давно решено. Есть, ну, там, конечно, решалось не за счет машинного обучения, а за счет некоторой стандартизации. Вот. Ну, вот сейчас вместо стандартизации появился еще новый инструмент. Это вот некоторые такие интеллектуальные устройства, интеллектуальные программы, которые на основе анализа данных могут чисто статистически выделять какие-то зависимости. Вот. То есть многообразие, на самом деле, большое того, что может быть. Вот. Но вернемся к нашим простым примерам методу обратного распространения ошибки, да, backpropagation. То есть в чем это вот, за ним скрывается, в конце концов, метод градиентного спуска, который вам хорошо знаком. Вот. Но вот в нем есть определенная особенность, которая связана с тем, как организуются нейронные сети. Значит, они организуются по своям, и каждый свой состоит из элементарных элементов, которые между собой похожи. Вот. Эта особенность, она используется для того, чтобы построить алгоритм вычисления коэффициентов. Вот. Этих, да, которые здесь приведены. Ну, и здесь вот на примере такого простого вычисленного графа, который тоже можно некоторой сетью назвать, да. Где есть вот три входа, один сумматор и одно перемножение. Вот. Показано, что из себя представляет метод градиентного спуска, да, а потом дальше и в чем основная идея метода обратного распространения ошибки. То есть, у нас есть входы, по входам мы считаем на каждом элементе значения, да, и вычисляем результатирующую функцию. Вот. И для того, чтобы настроить, ну, для того, чтобы понять, какие коэффициенты нам нужны в нейронной сети, да, нам нужно посчитать градиент. Что вот алгоритм, он такой. Это весовые коэффициенты текущие, вернее, градиент, помноженный на некоторый шаг вашего, вашей настройки. И берется обратный знак и просто изменяются коэффициенты. Вот. Поэтому, если вы знаете градиент, вы знаете, как настраивать вашу, вашу, ваш алгоритм. Вот. Ну, здесь просто показано, как, например, влияет градиент, как вычисляется градиент, зная вот все эти промежуточные значения, да. То есть сначала мы считаем градиент здесь, да, ну, предположим, это просто какая-то единичка, да. В адаптивном управлении у нас была просто ошибка, вот, и мы смотрели, по сути, входной градиент был просто равен значению ошибки. Все. Значит, дальше мы смотрим, что из себя представляет градиент, как, по сути, градиент описывает то, как меняется значение функции при изменении входа. Вот. И по каждому входу у нас есть свой градиент. Вот. И здесь вот показано, да, что если там, как z, как, например, f меняется при изменении z, да, это просто, как здесь показано, да, это частная производная, это просто значение на входе по q. Вот таким образом меняется z. Вот таким образом z меняет f. То есть она меняет на q. И то же самое q меняет по z. То есть тут, на случай при перемножении, простая производная, то есть это просто второе, как бы другая переменная, да, становится. То есть производная выбирает саму переменную, да, оставляет другую. То есть вот такая вот аналогия. И то же самое сумма. Ну, сумматор немножко потом немножко другое правило, да, у него просто остается сама переменная, остается. То есть, в целом, как градиент считается при переходе через какой-то элемент, это тоже есть правило, которым мы адаптивное управление рассматривали. Это полная производная сложная функция, это произведение частных производных их компонентов. Вот этой компоненты и вот этой компоненты. Мы это в адаптивном управлении рассматриваем. Такая некоторая цепочка выстраивается градиентов для того, чтобы посчитать общий градиент. Это все используется для того, чтобы такие расчеты делать. Получается некоторое распространение градиента в обратную сторону. В этом и принцип есть обратного распространения ошибки. У вас есть ошибка на выходе, результат этой функции потерь. И вы через каждый элемент просчитываете то, как эта функция потерь меняется от входящих значений сигналов. Проходя через каждый элемент, вы можете посчитать градиент для каждого последующего элемента. В этом принцип обратного распространения ошибки. То есть есть распространение сигнала в эту сторону, расчет, а есть обратное распространение в другую сторону. Вот, собственно, и вся идея обратного распространения ошибки. Значит, что, ну, тут просто дальше уже начинаются некоторые перетирания, переливания из пустого в порожнее, да, в этой презентации. То есть тут начинают показывать, что вот градиент функции потерь, это может быть посчитан на основе градиентов локальных, то есть через суммирование. Вот, то есть, и, соответственно, градиенты уже дальше, которые пойдут в последующие элементы, да, это произведение градиента по вот этой, который изначально был рассчитан, да, на вот этот градиент по конкретному выходу. Вот, и таким образом вы можете выстраивать уже алгоритм расчета градиентов. То есть вам не нужно теперь вычислять аналитический градиент вот этот отдельно от вот этого, да. Вы посчитали градиент для этого элемента, и вот градиент для этого элемента получается просто перемножением на частную производную вот этой функции по входу, которая уже не зависит от значения вот этого градиента. Вот это такая базовая идея того, как устроен метод обратного распространения ошибки. То есть вы теперь можете вот этот элемент, да, вам тоже нужно посчитать по идее градиент по функции потерь. Вот, но вам не нужно опять-таки повторять расчеты через этот элемент. Вам достаточно взять результаты расчетов для вот этого элемента, да, и применить их для той функции, которая используется там. Если же у вас все функции одинаковые, и они организованы в какие-то стандартные слои, то вот эта операция, она может быть вообще обобщена на всю сеть. То есть вы можете вычислить некоторый алгоритм, использовать эту базовую идею того, как каждый коэффициент будет меняться. Ну, тут показано, да, что вот есть еще другие элементы, куда на вход приходит тоже некоторый градиент. И здесь тоже градиент может идти, например, не по функции потери, а тоже с какого-то элемента приходить. То есть выстраивается вот такая сеть обратного распространения ошибки. То есть у вас в прямом направлении сигнал распространяется зелеными стрелками, а в обратном направлении распространяется ошибка. То есть вы исходную ошибку начинаете в обратном распространении раскидывать по нейронам. То есть по тем же каналам, по которым у вас, например, вперед все ушло, по тем же соединениям. Вот. В этом основной принцип обратного распространения ошибки. Основная цель, чтобы оптимизировать расчет градиента в каждом элементе. Чтобы не считать вот здесь элемент заново, с самого начала, да, а просто взять результат расчета с предыдущего элемента и применить вот эти вот локальные частные производные для того, чтобы посчитать то, как должны меняться коэффициенты вот в этом, внутри вот этого элемента. Вот основная базовая идея. Ну, здесь дальше рассказывается уже, пытаются навести некоторые мосты для нейронных сетей. То есть говорит, что вот сложную функцию тоже можно представить в виде некоторого элемента цельного. То есть можно по отдельности посчитать, да, градиент для каждого элемента, а можно обобщить. То есть как они тут сейчас сделают. Они вот взяли и целый кусок выделили как отдельный элемент, более сложный, да, у которого, кстати, есть очень интересные свойства. Что производная вот этого элемента, да, ее градиент, она равна, может быть, вычислена на основе значения самой функции. Это вот такая вот магия математическая по тому, то есть выбирая определенные вот эти функции, да, как здесь вот, определенным образом выбирая вот эти вот функции хитрые, вы можете очень серьезно упростить себе задачи по вычислению градиентов. Вот, есть вот такая функция нелинейная, градиент которой равен, может быть, вычислен на основе самого значения функции. Вот, и этот прием используется, чтобы вычислять, по сути, в нейронных сетях, он играет роль вот этого вот нелинейного элемента. Это один из видов нелинейных элементов, который очень часто применяется в нейронных сетях. Значит, он из себя представляет, это сигмоида, то есть у вас на минус бесконечности константа, на плюс бесконечности константа и плавный переход от одной константа к другой. Ну, вот в этой функции конкретно, там, если подставить сюда бесконечность, это будет 0, 1 на 1 будет 1, да, если подставить минус бесконечность, здесь будет бесконечность, и единица на бесконечность будет 0. То есть, получается, что эта функция от 0 до 1, которая от минус бесконечности до плюс, конечно, плавно перетекает от 0 до 1. То есть, это такая сигмоида, похожа немножко на букву S. Вот, это такая волшебная функция, которая используется в нейронных сетях для того, чтобы упростить расчет градиента. Тоже такой приемчик. Он не имеет напрямую отношения к методу обратного распространения ошибки, но, тем не менее, позволяет очень серьезно упростить расчеты. Есть и другие функции, которые тоже обладают такими всякими волшебными свойствами. В конце потом автор приводит примеры других функций. Вот, собственно, здесь дальше пошли уже всякие их идеи, да, о том, как это все может выглядеть. То есть, грубо говоря, все стандартные элементы, там, сложение, умножение, перемножение. Сейчас, сложение, умножение. И вот специальная тоже функция, которая сейчас популярна в нейронных сетях, это функция выделения максимума. То есть, она, по сути, глушит распространение сигналов. То есть, когда два сигнала на вход приходят, она пропускает только один из них. То есть, они вот тут такую проводят аналогию с тем, что из себя каждый элемент может представлять. То есть, это либо распределение сигнала, да, через сложение. Вот, то есть, получение некоторого нового значения. Это может быть переключение. Но здесь, правда, с точки зрения градиента, да, то есть, сложение, как правило, сигнал обратного распространения, он раздваивает. То есть, делает два сигнала одних и тех же. Два одинаковых сигнала раздает в обе стороны, да. Умножение, оно переключает сигналы. То есть, с одного, грубо говоря, на Y приходит градиент по Y, приходит X, на X приходит Y. Вот, то есть, оно как бы переключает сигналы. Вот, а максимум, он просто как роутер. То есть, сигнал пошел сюда, сюда ничего не пошло. То есть, тут ноль. Вот, то есть, такие базовые элементы, которые используются в нейронных сетях, в том числе и в сверточных сетях, они имеют такую достаточно простую интерпретацию с точки зрения распространения сигнала, обратного распространения сигналов. То есть, в прямом понятно, что каждая операция делает в обратном. Ошибка тоже. Она либо распределяется, либо переключается, либо просто глушится. Вот. То есть, в одну сторону градиент вообще не пошел, там просто будет ноль. То есть, эта часть просто меняться не будет. Вот такие вот приемы с точки зрения. Ну, тут пошли уже какие-то детали. Что так? Ну, дальше там, на самом деле, уже идет вопрос. Вот теперь некоторых. За счет того, что мы здесь выбираем некоторую стандартную форму системы, допускается переход к векторно-матричным операциям, что в перспективе дает вам возможность еще и применить массово параллельные вычисления в тех же графических ускорителях. Тоже это очень такой важный компонент с точки зрения нейронной сети. То есть, в отличие от каких-нибудь экспертных систем, где у вас куча правил, и эти правила никак... Ну, сложно их распараллелить. То есть, они должны выполняться в определенной последовательности. То есть, здесь за счет того, что у вас операции все параллельны, то есть, вот это все распространение сигналов, оно, на самом деле, параллельно. Когда у вас много элементов тут, да, то, в принципе, вы можете эти элементы по отдельности считать. Как в прямом, так и в обратном распространении. Вот. И здесь вот просто рассказывается, как, например, это переводится. У нас, например, 4000 элементов на входе. Это какое-то изображение. Сколько? Наверное, 20 на 20 пикселей или 200, наверное, пикселей, да. То есть, какое-то изображение, которое в сумме дает там 4000 сигналов на входе. Вот. И на выходе, например, дает 4000 сигналов. И вот сразу вопрос, а сколько будет таких вот градиентов, да. То есть, градиентов будет очень много. Порядка 16 миллионов градиентов. Нужно посчитать. Сразу же возникает вопрос, как долго все это будет считаться, да. То есть, ну, вот они тут говорят, что на практике это никто в каждый момент времени при обучении не считает эти градиенты, что есть, вот они называют мини-бэтч, да. То есть, грубо говоря, вся обучающая выборка, она разбивается. Ну, например, у вас там 20 миллионов изображений, да, которые нужно прогнать там тысячу раз, просчитать градиент, чтобы прийти к какому-то значению коэффициентов. Вот. То есть, конечно, 20 миллионов, помноженные на 16 миллионов, это будет очень много, и это будет считаться там целой вечностью. Вот. Поэтому, вот эти как-то предлагают, да, что если есть 100 элементов, то уже будет там где-то 100 тысяч на 100 тысяч, это будет очень много градиентов, которые нужно будет посчитать. Вот. Поэтому, конечно, никто там на 20 миллионах изображений не считает. Считают на, то есть, их разбивают на некоторые наборы элементов, которые используются при обучении. Сейчас, где-то у них тут был пример, как это делается. Так, ну, это просто матрицы. Так, по коду. Ладно, пока к этому потом вернемся. К мини-бычам, да. То есть, что, собственно, делается. Так, как будет выглядеть, например, расчет градиента. Ну, вот для такого простого примера. То есть, у вас есть функция, которую вы пытаетесь настроить с помощью этих коэффициентов весовых. И есть функция потерь. Просто квадрат. Вот. И здесь говорится о том, как это будет делаться. То есть, вы из пространства Rn и пространства коэффициентов Rn, Rn на n. Вам нужно посчитать вот эти… градиент просчитать, да. Вот. Но здесь, на самом деле, тоже можно применить метод градиентного спуска, да, и посчитать, что вот по каждому… по сути, по каждому входу, у вас их тут 6, вам нужно посчитать градиент. Притом, что у вас сам градиент тут тоже имеет вторую размерность. Потому что здесь функция… да, потому что при перемножении вот этих двух вы получаете вектор второго порядка, вектор из двух элементов. Соответственно, у вас будет тоже градиент по двум элементам идти. Вот. А здесь, соответственно, уже будет более сложная конструкция. То есть тут градиент будет с размерами с тем, какое количество входа, да. Вот как бы при переходе к векторно-матричным операциям у вас резко начинает расти размерность задачи по вычислению градиента. Вот. Поэтому, да, на практике начинают переходить к выбору некоторых графов. Ну, вот как, например, они это делают, да. То есть когда у вас есть какой-то элемент, ну, это уже тут, на самом деле, детали пошли по тому, как это может быть реализовано. Вот эта вот идея с обратным распространением ошибки. Не могу сказать, что это прямо вот то, как оно должно быть реализовано. Ну, вот во всех, во многих пакетах, в частности, тут, в частности, какой-то, просто какой-то псевдокод приведем. Вот. Ну, как это, например, в пакетах реализовано. То есть определяется для каждого элемента в вашей сети нейронной, определяется там операция расчета вперед, то есть расчета выхода в сети от входов, элемента от входов, и расчет обратно. Ну, как бы обратно расчета, обратно в состояние ошибки. Где для каждого элемента тоже вызывается некоторый элемент forward, только в цикле, и backward. И где-то внизу вы посчитаете для конкретного элемента, например, приведем пример для элемента, связанного с перемножением. Что для него будет являться forward, то есть распространение вперед сигналов и просто перемножение с сохранением состояния. И что будет вычислением обратного распространения ошибки, когда мы просто должны посчитать производную. То есть все на самом деле сводится к некоторым простым операциям. Но в чем смысл обратного распространения ошибки? В том, что, во-первых, сохраняется, при обучении сохраняется результат выполнения этой функции на верхнем уровне. И всегда сохраняется результат расчета вперед, потому что вычисление градиента, оно будет зависеть еще и от значений на входах. То, как мы чуть выше видели. Вот поэтому такие вот приемы, связанные с сохранением сигнала при расчете, вперед. Для того, чтобы потом на обратном, при расчете, при обучении не тратить время на дополнительные расчеты. Вот оно позволяет очень сильно сократить сложность вычислений, которая вам нужна для получения результативающих коэффициентов. Так, ну здесь просто пример вот другой целый пакет. Есть такой коэффи, он такой достаточно древний, но тем не менее он еще существует, где просто вот приведены вот такие модели разных слоев. То есть это тоже такая особенность, что, в принципе, все эти функции давно уже написаны, их не нужно сами написать. То есть вы просто берете готовый фреймворк и используете его для построения алгоритма. То есть, по сути, вы конструируете вот такую архитектуру из существующих блоков и автоматически получаете алгоритм настройки. Вот, собственно, основной принцип. Что, собственно, дает этот метод обратного распространения ошибки, что вы можете, как из конструктора, собирать алгоритмы, не заморачиваясь над тем, вот, как просчитывать эти градиенты. То есть у вас есть базовые элементы, из базовых элементов строятся базовые нейроны, из базовых нейронов строятся базовые слои, из базовых слоев вы собираете архитектуру. А потом можете еще разную архитектуру между собой склеивать, и за счет того, что вот тут таким вот образом все реализовано, да, есть такие две базовых операции, расчет вперед, расчет назад. Вот, вы можете эти сети между собой еще и комбинировать, при том, и обучать их как одно целое, то есть настраивать. То есть алгоритм будет автоматически выводиться. Вот это вот идея автодифференцирования, автовыведения алгоритма настройки, то есть правила градиентного спуска с учетом вот этих примочек, которые были введены методом обратного состояния ошибок. Вот это на самом деле та вот индустрия, которая сейчас активно используется для решения практических задач. То есть на практике вам не нужно вот эти вот градиенты считать, они у вас уже во фреймворках, как правило, посчитаны. Если вы, конечно, используете стандартные какие-то, если вы какие-то новые элементы предлагаете, то вам придется вот такие бачки разрабатывать, но в целом вы их встраиваете опять в общую инфраструктуру и начинаете использовать для решения вашей конкретной прикладной задачи. Так, ну здесь просто приводится пример, вот как, например, реализована эта функция, да, волшебная, которая дает вот такой результат. То есть это просто вот тоже, опять-таки, некоторые уравнения. Ну здесь этот кэфи, он написан на C++, поэтому тут тоже такая своя специфика, как это описывается. Но, тем не менее, это тоже некоторый код, который описывает простую задачу вычисления. Есть функция сигмоида, вот она, да. То есть прямо вот буквально в явном виде, как вот написано в математике, так вот и реализуется. И то же самое вот расчет градиента для нее. Тут есть какая-то логика заложенная, там есть на самом деле флажки, которые позволяют вам, например, какие-то нейроны выключать при обучении. Это тоже полезно, особенно когда, например, у вас есть какой-то обученный, обученная архитектура, и вы хотите к ней приклеить какую-то свистелку, дополнительный какой-то слой добавить, классифицирующий. Вот мы уже говорили, что только то, что такая есть индустрия, где берут готовую модель распознавания изображений, вырезают у них классификатор, то есть последний слой, и приклеивают новый классификатор, который обучают уже под ваше изображение, под вашу обучающую выборку. И в целом это дает неплохой результат, потому что, по сути, все предыдущие слои, они направлены на извлечение каких-то признаков, которые для изображений могут быть обобщены, то есть там какие-то черточки, повороты изображений. А выходной слой, который занимается классификацией, он может быть удален, и вместо него поставлен новый слой и переобучен для вашей конкретной задачи, для вашей обучающей выборки. В этом плане вам полезны, например, все предыдущие свои, выключить у них настройку и настраивать сеть вместе с вот этим новым выходным слоем и настраивать коэффициент только выходного слоя. Вот для этого здесь вот вводится такой волшебный флажок во всех фреймворках, где вы можете отдельные свои, отдельные элементы выключать при обучении, что в среднем позволит вам тоже как бы комбинировать, то есть как с конструктора собирать нейронные сети. Ну тут уже какие-то задания пошли. Так, ну кратко по нейронным сетям, то есть это просто, ну на самом деле те же самые численные графы, просто у вас появляются нелинейные функции. Ну вот в данном случае тут нелинейные функции, связанные с максимумом, да, и что она может выдавать для каких-то конкретных изображений. Ну вот в принципе так, ничего интересного, ничего нового. Ну как, например, нейронная сеть может быть реализована, да, вот с помощью фреймворков. То есть это на самом деле код там на 20 строчек, который описывает нейронную сеть вообще даже без фреймворков. Просто вот есть такой пакет numpy в питоне, это электронно-матричная операция, пакет для электронно-матричных операций, вот с помощью которого можно реализовать нейронную сеть простую, просто буквально в три строчки. То есть есть, по сути, функция градиента, то есть, ну грубо говоря, аналитически записав градиент для нейронной сети, вы можете построить алгоритм обучения в четыре строчки. В общем, тут волшебства никакого нет. Ну это, конечно, для сети из одного слоя, то есть с простыми одинаковыми элементами, без всяких сверток, без всего, вот, и с функцией потерь квадратичных. Но тем не менее, даже тут, вот, сеть из двух тысяч нейронов строится там в 20 строчек. Тоже ничего такого нет. Тут дальше показано немножко, ну пытаются провести какой-то мост между биологическим нейроном и вот этой вот волшебной функцией сигмой, да. Ну вроде как, нейрон, если там электрический сигнал подать на него, то у него он выступает в роли порогового элемента. И это пытаются там за уши притянуть, что вот поэтому мы вот выбрали вот такую функцию, и у нас поэтому можно называть это нейронной сетью. Ну на самом деле все это бушит. То есть нейрон на самом деле намного сложнее там и всякие выбросы, это динамическая система, вот, то есть у него там какой-то процесс развивается внутри, пока сигналы распространяются параллельно с распространением сигналов электрическими. Там химические процессы, поэтому это все, конечно, такие сказки. Так, ну тут просто приводятся разные варианты функций, то есть помимо таких волшебных функций, есть еще вот функции, которые, например, блокируют распространение сигналов, ну и так далее. То есть там для каждой функции есть своя задача, и это тоже влияет на то, как ваша система работает, как она обучается. Разные архитектуры, все это, про все мы проговорили.